Коллега Тимур Журавель заявил о серости Италии, которая не отобралась на ЧМ и проиграла Аргентине, а также Реала. Думаю, он сильно ошибается, но есть ли статистические показатели или разборы, которые поддержат или опровергнут его высказывания? Ну, во-первых, с каких пор вообще высказывания одного человека, неважно, я это или Тимур Журавель, которые и не претендуют на какую-то истину, просто являются впечатлениями. Зачем их опровергать? С каких пор их нужно опровергать? С ними просто можно не соглашаться, я не согласен с этим. Во-вторых, как вы вообще представляете инструменты статистические, которые это опровергнут? То есть коэффициент серости, но если команду обвиняют в серости, а не в чем-то конкретном, там не в плохой игре под прейтингом, что вот можно измерить, а в серости, ну что такое серость? То есть нет, конечно, нет таких инструментов. Ну и я упомянул, что я не согласен, наверное, это нужно немножко развить, раз от этого отталкивается вопрос. Я считаю, что больших выводов по этим матчам по сборной Италии делать нельзя. Вылет от Македонии я уже разбирал, там фактор везения и невезения в нем. И в том числе фактор футбольного спада, который у сборной Италии тоже есть, по объективным причинам, из-за игроков, которых не хватало в тех матчах, из-за там важности, даже зависимости от структуры, от конкретных игроков. Все это я разбирал, две стороны. Конечно, Италия должна и может обыгрывать Македонию, играла намного лучше Македонии, но в то же время Италия не так хороша, как была тем летом на Евро. Что касается мощи против Аргентины, и мне кажется, Италия подошла к нему как к товарнику, а не как к какому-то турниру, который нужно выигрывать. И снова проявила зависимость от некоторых футболистов, от того, чтобы все в оптимальном сочетании были доступны. Это важно было и на Евро для сборной Италии, буквально на некоторых позициях только точная ротация была допустимой. Ну и само отношение к турниру мне не показалось каким-то запредельным у сборной Италии. Если на все это забить и так посмотреть, вот какие-то там в синих футболках играют, в небесно-голубых футболках играют, и что-то они сегодня плохо играют, тогда можно сказать, да, какая-то серая сборная Италии. Если понимать контекст, то я думаю, что все, что происходит со сборной Италии, сейчас объяснимо. Вадим, привет. Посмотри, пожалуйста, матч Аргентины и Италии. Сделано. Перформанс Месси, он даже прессинговал. Неужели Аргентина действительно так круто играла, или все же Италия давала так играть? Ну и общее впечатление. Тут я добавлю, что Аргентина просто разнесла, там 3-0 абсолютно по делу, могло быть больше. Да, наверное, до первого гола какого-то тотального перевеса не было у Аргентины, но все-таки Аргентина во всех отношениях, во всех стадиях впечатлила. Этот матч сначала контролировала, а потом просто разрывала соперника. Какая была Италия, ну, я свое отношение к этому уже выразил. Так что Аргентине респект, но да, это респект на вполне конкретном фоне. Осветите перспективы получения Месси, золотого мяча, в связи вчерашнего перформанса и завоевания второго международного трофея со слабой сборной Аргентины и перспективы Аргентины на грядущем ЧМ. Но мне кажется, что сборная Аргентины и конкретно Месси на уровне сборных подходят к этому ЧМ не фаворитам, но в лучшем состоянии, чем к любому другому ЧМ. При том, что на одном из ЧМ они доходили до финала. Но там по игре сборная Аргентина, мне кажется, не была так хорошо готова. Так что вот такой статус у сборной Аргентины. Что касается золотого мяча, ну вот я оценил ваш юмор, ваш тонкий троллинг. Действительно, я сам не раз возмущался тому, что трофей со сборной, жутко раздутый, возведенный в абсолют, был очень важной частью пиар-компании Месси при вручении последнего золотого мяча к нему. То есть я не считаю, что это прямо вопиющая какая-то несправедливость была, что Месси этот мяч взял уровень игры Месси, был по его меркам, ну со всеми оговорками, что он игрок разбалансирующий, все такое. Он был привычным и он был достойным того, чтобы в рамках вот этой парадигмы претендовать на золотой мяч. Ну да, чуть ли не решающим фактором стал этот трофей со сборной, который я считаю раздутым. Так что я из тех, кто скорее может оценить то, как вы тут поиронизировали. В новом сезоне, конечно, Месси не получит золотой мяч. После провала Италии в отборе ЧМ вы говорили, что это трагичная случайность, и Бобби сможет исправить ошибки, наладить игру. Но вчера их просто уничтожили, размазали по футбольному полю без негатива, симпатизируя этой команде. Списанный ПСЖ в утиль Ди Мария, который, по-видимому, слабее всяких Драгстеров и Карди, и же с ними. Но нет, не слабее, вы что-то уже тут утрируете. И проведший худший сезон за последние 10 лет, явно сдавший позиции Месси. Это, видимо, описывается человек, который уничтожал сборную Италии. Тут что-то точка внезапно поставлена. Не очень похоже на исправление ошибок и прогресс. Неприятно такое говорить, но, может, Бобби пора оставить свой пост. Если так, то кто смог бы с этим уровнем ценной заменой. Но, опять же, я не увидел в сборной Италии серьезного отношения к этому матчу. Я не говорю, что сборная Италия, если бы она относилась к нему серьезно, разнесла бы Аргентину. Это было бы интересным противостоянием, но, честно говоря, мне кажется, этот матч просто непригоден для выводов. Выводы по манчению даже, может быть, на основании Лиги Наций, потому что там хотя бы, даже если матч не очень значимый, и хотя бы побольше, можно будет сделать. Да, есть ощущение, что сборная Италии не та, что на Евро, но и не та, что пролетела мимо ЧМ. То есть между командой, которая не выходит на ЧМ, и которая выигрывает Евро, есть очень много разных оттенков. И уходить в крайности, и там воспевать как суперзаслуженного чемпиона, даже на самом Евро были вопросы, там Испания играла не хуже, это одна крайность. И говорить то, что по делу не прошли на ЧМ, это другая крайность. Нет, не по делу. Те матчи были аномальными, сборная Италии там играла лучше соперника. Между этим есть очень-очень широкий спектр всяких оценок. Ну, где-то вот на этом спектре Италии располагается, давайте не уходить в крайности, а следовательно, пока не увольнять Мачини, потому что его увольнение будет именно таким уходом в крайность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok